В прошлый раз мы говорили о смысле слов Бара и Яцар, и это нас привело к обсуждению их упоминания в Масебе Решит. То есть мы упомянули, что в Торе есть два раза рассказывается о творении мира, сотворении мира. В первом рассказе в основном используется глагол Бара и не Яцар, во втором только Яцар. И мы стали обсуждать вообще в чем разница между этими двумя рассказами. И увидели, что в основном эти рассказы отличаются тем, что по-разному описывается сотворение человека и в основном появление женщины. И это приведет нас к тому, что мы сегодня будем говорить про то, что называется Шевабрахот. Есть богословения, которые мы говорим во время хупы и в течение семи дней, когда делается трапеза для жениха и невесты. В конце берката Амазон, то есть по идее это на самом деле не семь богословений, а шесть. Но поскольку принято их говорить на бокал вина, так и богословение на вино является седьмым. Поэтому это называется Шевабрахот, но по идее их шесть. Да, и можно подумать вроде бы, что здесь собственно обсуждать. То есть вроде бы вещи простые и банальные, но на самом деле это не так просто. Сейчас я открою гомору в Масехет Ктубот, которая говорит такую вещь. Сначала она приводит список всех вот этих богословений. И потом она говорит так. Леви, известный мудрец, которого звали Леви. Значит, рассказывается, что Леви, он пришел на свадьбу к рабью Данаси, была свадьба его сына. И он там, он говорил эти броход, и говорится Барих Хамеш. Да, он говорил, сказал не шесть богословений, а только пять. Это с одной стороны. С другой стороны приводится другая история. Раваси, Икля, Лебей, Раваши. То есть это совершенно другое время и другое место. Леви это, и Ряби это, это Эрит Исраэль. Раваси это Вавион. И это тоже была свадьба. Бейлюлей, Демар и Брей. Да, сын Раваши женился. Так и Раваси Барих Шит. Он сказал шесть богословений. То есть мы делаем как Раваси из Вавиона. И потом Гоморан начинает обсуждать, почему один сказал только пять, и другой сказал все шесть. И мы еще не понимаем, что пропущено. То есть какую браху Леви опустил, пропустил. И Гомора, обсуждая, она нам говорит это. Скажем, что вот о чем они спорят. Один считал, что было только, да, я перевожу дословно, только одно создание. Да, другой считал, что было два создания. Да, Ицера Ахат или Ште Ицерот. Интересно, да, то есть сейчас мы начинаем понимать, почему мы вообще этой темой и заняли сегодня. Да, то есть здесь есть спор. Так Гомора это объясняет. Сколько раз что-то создавалось. То есть мы сейчас будем это обсуждать. Вообще, как это можно понять, что значит одно создание или два создания. Если мы вообще обратим внимание на содержание этих богословений. То есть есть шесть богословений, но часть их вообще говорит о женихе и невесте, о разрушении храма Иерусалима. Да, это не связано с нашей темой. Но есть две брахи, которые говорят о создании человека. Это первая браха, это Шаколь Бара Лихвудо. Вторая говорит о создании человека, она короткая. Ицера Адам, создающий или создатель человека. А потом третья браха, она говорит о том же самом, но она длиннее, более подробная. Там описывается то, что сказано в Торе, что было взято ребро из тела человека, и из него была создана женщина. И это дало возможность продолжения рода. Биньян Адри Ад. Так тут в Гморе очень коротко сказано, и есть очень много вопросов. Во-первых, какую браху Леви пропустил, какую он браху не сказал. Первую браху, то есть первую из этих двух, или вторую. Потом можно просто задаться вопросом, почему не сказать. То есть тут какой-то дубликат, просто удвоение. Можно спокойно сказать вторую браху, более подробную. И это полностью соответствует тому, что описывается в Торе. И первая браха, она вообще кажется лишней, совершенно ненужной, потому что там ничего другого не сказано. Она включена во вторую. Она включена во вторую. Теперь, если мы посмотрим на другие места, где упоминается тоже такое понятие штеицерот, мы увидим, что Гмора не могла это иметь в виду. Сейчас мы... Есть такой Медраж, Барашид Раба. Медраж обращает внимание на то, что Ваицер, который сказан по поводу человека, там это слово пишется с двумя юдами. Да, Ваицер. Ва в юд юд цадик рейш. И Медраж говорит штеицерот. То есть это не случайно, это намекает на вот это то же самое выражение, на два создания. Но о каких созданиях идет речь? Ицера ба улам газе, в ицера ла улам аба. Да, то есть идет речь о каждом из нас, что мы как бы созданы два раза. Мы созданы в этом мире и созданы в следующем мире. Вот так этот Медраж использует выражение штеицерот. Два создания. Но вряд ли наша Гмора это имела в виду, потому что у нас говорится о создании женщины. Да, так Раши нашу Гмору здесь связывает с другой Гморой. Есть Гмора в двух местах. Масехет Брахот и Масехет Эрувин, которая приводит спор, где приводится спор между Равом и Шмойлем. Это довольно известная вещь. Да, Раву Шмойлем. Хадамар парцув, и хадамар занав. То есть приводится послук, который рассказывает, что Всевышний взял ребро, по-простому целое ребро у человека и из него создал женщину. Но Гмора, она говорит, что идет речь совсем не о ребре. И тут есть спор. Один из мудрецов считал, что это было не ребро, а хвост. То есть сначала был один человек, мужчина с хвостом, получается. Из этого хвоста была создана женщина. А другой говорит, нет. Была женщина, это он называет парцув. То есть ничего не было создано. Просто она была прикреплена к спине человека, своей спиной к его спине. И то, что было сделано, это разделение этих двух людей, как сиамские близнецы, можно сказать. Да, Игмара здесь начинает обсуждать, кто прав, да, всякие, как всегда задаются вопросы на эту позицию, и ответы на эту позицию. Так что делает Раши? Он связывает эти две Гморы. И он говорит, что Штейцерот, это создание женщины на втором этапе. То есть сначала был создан только мужчина, Адам, первый человек. И из него, из хвоста была создана женщина. И это называется здесь два создания. То есть два создания, это два этапа. А тот, кто считает, что было только одно создание, он считает, что изначально было создано мужчина и женщина, они были соединены, и потом разъединены. И это уже не называется Штейцерот. Вот это разделение между ними, это уже не создание, потому что все было уже как бы готово, только надо было их разделить, и все. Это называется здесь одно создание, Штейцерот и Церахат. А два создания, еще раз, это создание чего-то нового, чего-то, чего не было. Это так Раши это объясняет. Но Тосфот и другие комментаторы, они с ним совершенно не согласны, они задают на Раши несколько вопросов. Давайте открою Ритва, да он более подробно все это здесь объясняет. Но это Ритва в Масэхэ Терувин. Он приводит здесь Раши. Да, и он задает два вопроса, можно сказать. То есть первый вопрос, это по поводу вот этих двух юдов в слове Ваицер, что Гмара в Масэхэ Терувин, она считает, что эти два юда, они соответствуют мнению, что было создано два лица, два человека, соединенных, поэтому в слове Ваицер есть два юда. Гмара, она не, в Рувин, она не упоминает вот эту фразу «Ште-и-ци-рот» или «и-ци-ра-хат», но комментаторы понимают, что вот эти два юда, это «ште-и-ци-рот», видимо, у них ассоциируется с Минрашом, который мы только что привели, что два юда, они говорят о двух созданиях, намекают на два создания, и соответственно, получается, что два лица соединенных, это называется гмарой «Ште-и-ци-рот», а параши – это не так, параши «Ште-и-ци-рот», это два этапа, это создание двумя этапами, да, так это вопрос номер один, и ритва говорит, что, видимо, поскольку эти две, две гемора, они говорят о разных вещах, гмарой «Масехат Ктубот», она говорит про богословение, то есть мы благодарим Всевышнего за создание, мы должны сказать, две брахи, поскольку было два создания, так идет речь о этапах создания, мы говорим о богословении после первого этапа, или за первый этап, и второе богословение за второй этап, да, если было все создано в начале, так нет смысла говорить два богословения, две брахи, а гмара в Ирувин, она не обсуждает богословения, она говорит о чем-то другом, поэтому есть разница между этими двумя геморами, я сказал это своими словами, но потом Ритва задает еще один вопрос, дело в том, что гмара в Ктубот потом предлагает еще одно объяснение, в чем разница между Леви и Раваси, почему Леви говорил только одну браху, а Раваси говорил две, она говорит так, что все считают, давайте я вам зачитаю, потом гмара отказывается от своего объяснения, она говорит, что все считают, что было только одно создание, тогда вопрос, почему кто-то говорит две брахи, а не одну, так гмара дает такое объяснение, мар савар батар маршава азлинан, умар савар батар маршава азлинан, да, это, и приводится Рабья Вау, или тут версия Равью Да, который так утверждает, что в мыслях, как здесь сказано, было два создания, а на деле, на практике, было только одно создание, и гмара объясняет, что те, которые говорили одну браху, они считаются с действием, поскольку в действии было только одно создание, по всем мнениям, а те, которые говорят две брахи, они считаются с мыслью, а в мыслях Всевышнего, вы имеете ввиду, это было два создания, поэтому, да, так, и вообще тут очень много вопросов сразу возникает, да, как вообще, может быть, отличие между мыслью, и реализацией мысли, да, у Всевышнего, да, разве он, да, мы это уже обсуждали на прошлом уроке, начали обсуждать, да, и потом тут есть вопрос, почему, количество бароход, и вопрос, сколько бароход говорить, это связано с тем, что было в мыслях Всевышнего, да, если мы бог со своим Всевышнего, мы должны его благословить за то, что он в реальности сделал, да, создал, да, а не о чем он думал, да, ну так здесь Гмара говорит, и вопрос, подходит ли это к объяснению Раши, да, так, Ритва и другие решения, они считают, что нет, почему, потому что в Масехе Терувин приводится то же мнение, что в мыслях было два, на деле был один, это в Гмаре Верувин говорится это только по мнению того, кто считает, что женщина была создана из хвоста человека, да, потому что те, которые считают, что было два лица соединенных, да, они они не нуждаются в этой в этой позиции, да, что в мыслях было двое, а на деле был один, потому что и на деле было двое, да, Всевышний задумал создать мужчину и женщину, и он создал, только они были сначала соединенные, да, так получается, что те, которые считают, что была разница между мыслями Всевышнего и реализацией этих мыслей, они должны считать, что что женщина была создана из хвоста, а Пураши получается наоборот, да, те, которые считают, что женщина создана из хвоста, они считают, что это штеи цирот, да, и от этого мы отказываемся, Гмара говорит, что все считают, что была только и цирахат, да, то есть Пураши было два лица изначально, созданы два лица изначально, да, и по этому мнению нет разницы между мыслями и реализацией этой мысли, да, так, Ритва, он задает этот вопрос, и он говорит, что очень сложно, он говорит, что может быть, Гмара в Масеретк Тубот, она поменяла свое мнение, сначала она считала, как говорит Раши, но потом она считает, что она поменяла смысл тех же самых терминов, которые она использует, когда она говорила сначала и цирахат, имелось в виду два лица, созданы, соединены два лица, а потом, когда она предлагает новое объяснение, она уже считает, что два лица, это уже называется шты и цирот, а не и цирахат, то есть очень сложно. и поэтому Тосфот и другие решения, они меняют смысл слов Гмары в обратную сторону, то есть они говорят, что когда Гмара говорит, что и цирот, она имеет в виду не два этапа создания, а два лица, которые были созданы за один раз, в один раз, но это было два человека, два создания, в смысле два человека, два соединенных лица, два соединенных человека, а те, которые считают, и наоборот, те, которые считают одно создание, получается, что был создан сначала человек как с одним лицом, и получается с хвостом, и только потом из этого хвоста была создана женщина. Тогда возникает вопрос, да, но почему мы не считаемся с этим следующим этапом создания, почему мы не посвящаем Браху этому второму этапу? Они говорят, что это уже не имеет, поскольку из этого хвоста, который был уже у первого создания, то есть это не новое создание, это как бы продолжение уже созданного, существующего человека. И снова это очень-очень сложно все это понять. Более того, если мы посмотрим на содержание второй Брахи, там же в этой Брахи сказано, описывается именно, поэтому мы понимаем больше Раши, именно второй этап создания, что из этого человека, вторая Браха, она рассказывает, мы в этой Брахе говорим и благодарим Всевышнего за то, что Он сначала создал человека, и из него создал женщину. А по Тосфу получается наоборот, что мы за это вообще не говорим никакое богословение, тогда в чем смысл содержания слов, содержания этого богословения, почему мы вникаем в такие подробности. да, это остается под вопросом. Да. 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 Да, но я хочу Вас познакомить с третьим объяснением в этой Гморе. Давайте откроем Рашбана Масерет Крубот. Да, сначала он приводит объяснение Раши, и он его отодвигает. Да, он очень довольно уверенно и не согласен с Раши. Он говорит, приводит Раши, и потом пишет, что это неправильно. А потом он приводит объяснение, которое не сохранилось, кроме цитаты, которые есть у Рашба. Верабейну Хананель, Зихоноли Враха, да, то есть известный комментатор Гморы, Рабейну Хананель. К сожалению, его комментарии не сохранились по многим трактатам. Да, но вот он здесь его приводит. Верабейну Хананель Пиреш, Хада и Цера, Гавайи, Хава, Левада, но Цра, Мина Цела. То есть тот, он комментирует слова Гморы. Гмора, к сожалению, она, еще раз я повторяюсь, она очень коротко высказалась, да, одно создание, два создания. Но что имеется в виду, непонятно. Да, так Абейну Хананель объясняет это так, да, что, когда говорится в Гморе одно создание, да, имеется в виду, что женщина Хава, она была создана, как сказано в Торе, да, создана из, из ребра человека, да, это называется одно создание. Умар Савар Штей Церо Таву. А другой считает, что было два создания, что имеется в виду. Ахат Но Цра Имо Микедем У Барха. Да, Хакар Баралу Хава Митцал О. То есть, это что-то новое, да, что когда, то есть, одно создание, это, как мы все понимаем, читая Тору, можно сказать, да, что был создан человек, и потом из его ребра была создана женщина, да. Но есть еще одно мнение, которое считает, что было два создания, создание чего? Не два этапа и не два лица соединенных. А что значит два создания? Что были созданы две женщины. Одна женщина, сначала была создана одна женщина, не Хава, и она убежала от первого человека, да, и как бы пришлось, можно так сказать, поскольку человек или мужчина остался без женщины, да, из-за этого, из-за того, что она убежала, и пришлось создать женщину по-другому, да, взять ребро и из него создать еще раз женщину. Ну, это называется два создания. Да, так и, во-первых, это всех удивляет, но на самом деле это, сейчас мы посмотрим, да, это... Рабыну Ханамели написано? Да. Это не его мнение, он так объясняет смысл слов гмары. Да? Давайте откроем Медраж, сначала Медраж Раба, на посылку Вы помните этот посылку, да, то есть, когда была создана Хава, он сказал вот эту фразу, ЗОТ АПАМ, да, на этот раз, как бы, да, наконец-то, наконец-то, да, дальше сказано, да, ЭЦИМЕ МЯЦАМАЙ БАСАРМИ ПСАРИ, да, или ЗОТ ИКРЭЙ ИШАКИ МИИШ ЛУКАХА ЗОТ, да, так говорит Пасук, так, как Медраж объясняет вот эту фразу, ЗОТ АПАМ, наконец-таки, да, то есть, да, это намек, да, что это не первый раз, да, то есть, это, некоторые скажут, да, не первый и не последний, да, 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 так это, да, так это, да, но вот есть, да, Медраж приводит «ЮДА БАРЭБИ», да, то есть, сын, сын РАБИЮДА НАСИНУ, это, да, другой сын, да, АМАР, «БЭТХИЛА БЕРАЛО ВЕРАА ОТА МЛИА, МЛИА РИРИН ВЕДАМ ВИФЛИГАМИ МЕНУ, ВЕХАЗАРУ БЕРАЛО ОПАМШНИЯ», то есть, Медраж, он, говорит немножко другое, да, но он говорит о создании, о двух созданиях, о создании одной женщины, которая не понравилась первому человеку, да, РАБИНА ХАНАЛИ, сказано, что она убежала, да, вопрос, может быть, она убежала, потому что она ему не понравилась, да, это тоже может быть, да, но здесь сказано, что она ему не понравилась, даже есть описание, что она была безобразна, да, неважно, да, почему безобразна, да, то есть, и Всевышний, вот это слово, ИФЛИГАМИ МЕНУ, Всевышний ее забрал, и он вновь создал второй раз женщину, да, так объясняет Медраж, вот этот посолк, да, сразу сказали, да, что те, которые с этим могут не согласиться, они скажут, что смысл этого пасука, он другой, да, что Зотопаам, это по отношению, да, или после животных, да, то есть первый человек, он сначала смотрел в серых животных, да, и он был недоволен, да, он понял, что никто не соответствует, и когда была создана женщина, он остался доволен, и он сказал Зотопаам, и действительно, мы можем увидеть это в коротких комментариях Ибн-Эзра, Ибн-Эзра, он пишет так, Зотопаам, Мацати эзер кинэгди камони, кимэмену гая, да, что, что значит, на этот раз, или на конец-таки, я нашел помощника, который мне соответствует, который похож на меня, поскольку он был создан из меня, в отличие от других животных, имеется в виду, и потом Ибн-Эзра добавляет еще три слова, которых надо понять, он очень коротко выражается, удвар лилит, драж, а по поводу лилит, это драж, то есть это не пшат, это не простой смысл, вопрос, что он имеет в виду, да, но почему он использует слово лилит, да, так и, мы увидим, невидимо, да, то есть он здесь намекает на, Бен-Эзра, да, то есть на самом деле была такая традиция, такого толкования, да, то есть, да, но я вам процитирую такой медраж Альфа-Бета де Бен-Сира, это не книга Бен-Сира, это медраж, который называется Альфа-Бета де Бен-Сира, это поздний медраж, это не такой классический, авторитетный медраж, это, но просто это источник вот этой истории, вот этого мнения, этой идеи, да, и в этом медраше эта история описывается довольно подробно, да, давайте я вам немножко зачитаю, это еще на послуг Лото вьет Адам Левадо, да, Всевышний, когда Всевышний говорит, нехорошо человеку быть одиноким, да, с чем связана вот эта фраза, да, медраж, вот этот медраж Альфа-Бета де Бен-Сира, он пишет так, Баралю Иша Мина Адама, Камоу Векара, Лилит, да, то есть история начинается, то есть в истории ничего такого не сказано, да, но мы дальше увидим, да, что получается, что это вытекает из двойного описания создания человека, творения вообще и создания человека в частности, поскольку в первом описании нет вот это вот этого рассказа про создание женщины из ребра человека, сказано просто, да, что Захару Накива Берам, да, что и на этом строится вот эта идея, да, что сначала Всевышний создал женщину не из ребра, а из земли Камогу, здесь очень важно подчеркнуть, как он, о Векара и назвал ее Лилит, да, то есть вот это имя этой первой женщины, да, было Лилит, и мы здесь видим, что Ибнезра, он был знаком с этим Медрашом или с этой идеей по поводу создания женщины до создания Хавы, но вопрос, что произошло, так тут есть всякие подробности, не будем в это вникать, я тут пропущу несколько строчек, Амралю Шнейну Шавим сказала ему, мы равны, феминизм то, что называется, да, почему, почему мы равны, и фиши Шнейну Меадама, видите, это имеет большое значение, из чего человек или женщина были созданы, из ребра или из, сегодня, наверное, нет таких расчетов, да, в феминизме, да, но тут делается такой расчет, да, что поскольку мы оба созданы из того же самого, из земли, поэтому мы равны и к чему это привело, говорит Медраш, у них были ссоры постоянные, было несогласие между ними, не было шломбай, то, что называется, да, такой намек на равноправие, да, на недостаток равноправия, в равноправие, у нее были такие, она была колдунья такая, она высказала имя Всевышнего, упархаба вираолам, и все, она улетучилась, она стала летать по миру, да, самолетов тогда еще не было, да, были какие-то другие способы, видимо, да, в общем, она оставила первого человека без жены, да, и так далее, тут еще много всяких подробностей, то есть, и потом уже в более поздних трудах или традициях, да, она уже превращается в известную, как бы, ведьму, да, в, есть очень много, это уже называется демонология, да, это есть люди, которые этим занимаются, да, ну вот, не знаю, как это назвать, да, есть, давайте скажем прямо, да, что в Кабале, да, в Зоаре и дальше в трудах Аризаля и Рабхамима Виталя это как бы известная вещь, да, то есть, они с этим полностью согласны, да, что была была такая женщина, да, которую звали Лид, и, в общем, это используется в разных местах. То есть, первый грех ты надежит на даму, раз она не хотела выполнять свой розыгрыш в качестве жены, потому что исполняет замысел Тебя это радует, я по ней я вижу, да? Я знаю, что, например, это называется. Что-то и повязалось. Это значит. Что-то. То, что я сейчас открыл, это комментарий Рафса Ади Гаона на Тору, да, дело в том, что они не сохранились вообще, да, этот труд, объемный труд, он до нас не дошел, он был написан на арабском языке, но был такой человек, исследователь, Мушет Цукер, он собрал из разных клочков, из разных клочков, по возможности, да, эти клочки соединил, да, и издал такой, такие комментарии Рафса Ади Гаона, да, это не, есть, есть комментарии Рафса Ади Гаона, не, есть, извините, есть перевод Рафса Ади Гаона, перевод Торы на арабский язык, да, это, это сохранилось, да, это более известная вещь, но у Рафса Ади Гаона были комментарии, очень, очень подробные, объемные, и это, к сожалению, не сохранилось, да, но до нас это дошел вот в такой форме, при помощи склеивания вот этих фрагментов из рукописей, и этот человек, он издал и сам оригинал на арабском языке, вместе с переводом на иврит, так я хочу вам зачитать то, что он здесь пишет, да, он сообщил нам, как он создал женщину из ребра, и он потом пишет так, послушайте, вот это может быть ответ на вопрос Мойша, это иудаизм или нет, сейчас мы будем это выяснять, когда, так пишет Рафсадия Гаон, когда одни из наших, из людей наших кругов, я не знаю, Китатейну, да, когда они это прочитали, Шибаришона, Амар, что они прочитали, послушайте, Захару Некива Барао Там, Вахака Хосиф Весипер Шенит, Али Церат Хаван, то есть, читая Тору, можно прийти к выводу, сейчас посмотрим, к какому, да, то есть, что есть в Торе, сначала, сказано, что Всевышний создал мужчину и женщину, и только потом, вдобавок, да, Гусиф Весипер, да, то есть, второй раз, следующий раз, было, рассказывается в Торе о создании Хавы из ребра, да, так вот эти люди, Хашвумик Цатам, некоторые из наших людей, говорит Рафсадия Гаон, пришли к выводу, Шиштейна Шимни Вруля Адам, да, что для человека были созданы две женщины, Ахатми Афар Кимото, одна из земли, из праха, как он, Вашния Амит Салао, а вторая из ребра, из его ребра, Укишикару, и когда они прочитали, Зотопам, да, когда они дошли до вот этого места в Торе, наконец-то, да, да, на этот раз, да, Рауба Зе Рая, Шайтало и Шалифане, да, это тоже привело их к этому выводу, то есть, они видели в этом доказательство, да, что уже до этой женщины была другая женщина, и что пишет, как реагирует на это Раф Саде Гаону, ква ригдамти дворим, негеда диако зевет азот, берош парашат элитоладот, да, он, во-первых, называет это мнение ложным, да, диако зевет, да, и он упоминает о том, что он уже да, отреагировал, сказал, высказал свою критику против этого ложного мнения, да, и что здесь вкратце он подводит итог, в Амарте я сказал, шикола катувба параша азот убиур уперут мимаши неймар кодем бедерых кляль, мы уже об этом говорили, да, то есть вопрос, как относиться к тому, что пишется в Торе, да, с одной стороны есть два рассказа, можно на них смотреть, как два разных события, да, которые следуют один за другим, да, это то, что считали вот эти люди, которые пришли к этому выводу, что было две женщины, а можно этого мнения придерживать сравсаде Гаон, понимать, что в Торе, второй рассказ, он не говорит о каком-то новом событии, а он просто более подробно пересказывает то, что было сказано в начале менее подробно, да, и получается, так и вот, так мы можем все это связать, то есть, когда гмора в Мас-Ретх Тубот, объясняя споры, сколько о богословении говорить, говорит ли два раза ее цера Адам, да, или не говорить, так гмора это связывает с вот этим вопросом, да, как понимать, как читать Тору, да, Тора описывает два события, да, и получается, что было два создания, в смысле, два создания жены и женщин, да, и почему-то мы должны посвятить этому бараху, это очень интересно, да, и да, другое мнение, которое считает, что надо говорить только одно бараху, она понимает Тору, как ее понимает Рафса Аддиагаон, да, как предлагает ее понимать Рафса Аддиагаон, что второй рассказ, он не говорит о новом событии, да, а повторяет рассказывать о том же событии более подробно, и соответственно, была создана только одна женщина, и из чего, из ребра, а не из земли, да, и поэтому надо говорить только, соответственно, только одну бараху, а не две, да, так получается. Еще раз. Это было мнение Рашба Сапурина Рабейна Хананеля, и подтверждение этого мы видим Рафса Аддиагаон. Да, Рабейна Хананель не высказывает свое мнение, он объясняет, что гмора, она как раз, то есть получается, что в самой гморе, да, это немножко можно, может, многих удивить, потому что, получается, что в самой гморе есть мнение, да, которое Рафса Аддиагаон называет не просто ошибочным, да, даже ложным, да, да, то есть, но это свойственно ему, то есть, это на самом деле не очень удивительно, да, то есть... не считает, что было две женщины, чтобы у вас затворение строили, они не строили, как садия объясняет, что это не было, потому что они сказали, что была еще одна женщина. Нет, Рабейну Хананель, и мы сейчас... Рабейну Хананель говорит, что... Еще раз, это мы уже, это Раш и... Да. Да, сама гмора, она про вот этот вопрос были созданы человек с двумя лицами или с одним лицом в Мастер, кто вот, она не упоминает, да. Раши связаны, да, то есть... Вопрос, это связано или нет, да, то есть, это вопрос, да. Что мешает понять, что на самом деле была две женщины? Что она мешает? Чему это мешает? Еще раз, что такое на самом деле? Ну, если... было две женщины, почему Расагу так это мешает? А почему Расагу это мешает? что было, на самом деле, было две женщины, ничего страшного. А не было, не было просто описания, одно и то же описание, просто подробное. Да, так это очень такой принципиальный или глобальный вопрос, да, он не касается только, только создания женщины, он касается вообще общего взгляда на то, что в Торе сказано, да, Тора, она говорит о двух событиях, да, или она говорит о том же событии двумя разными объяснениями или описаниями, да. Только под тем, кто понимает, что было творение самой женщины непосредственно. Еще раз? Объяснить, что даже если это было творение, оно было, творение, оно как парашка, как без, без пруджей, там было два парцуха, два, не важно, потому что в это не было женщина сама. Я не понимаю, что это. Если я понимаю, что у меня есть, что есть два творения отдельных, то есть объяснение, что вначале было с войной вместе, потом их разделили, то есть как бы это была одна и та же женщина. Мы понимаем, что здесь было не просто какое-то такое скрещение и потом его разделили, а взяли, была женщина настоящая. Да, так что ты хочешь сказать? Даже если так, только по этому мнению, чем это должно мешать? Что должно мешать? Я не очень понимаю. Мы понимаем, Тору оп, либо Тора говорит два раза разные вещи, либо она говорит одно и то же, только два раза она повторяется, либо она по мнению только что это была женщина, она была вместе с Абрамом, потом она разделилась, там ее разделили, распилили два этапа состояния женщины, но одно и то же. Это мнение Раши, который понимает, да? А мнение Рабейну Хадай, который понимает, что на самом деле это было два этапа, но там появилась женщина настоящая, то есть она была не связана с мужчиной. Только в этом случае... Это не Рабейну Хананель, это одно из мнений в Гмаре. Рабейну Хананель так не считает. Рабейну Хананель объясняет Гмару, что когда Гмара говорит Ште и Циро два создания, это имеется в виду создание двух женщин, да? И, соответственно, в Торе есть два события один за другим. но потом Гмара говорит, что все считают, то есть она, видимо, Гмара, она склонялась к тому, что не было двух событий, что это два писания того же самого события, и поэтому она говорит, Кули Альма все считают, что и Циро Ахат, что все было создано одним событием, и тогда есть вопрос, так почему же все-таки были такие, которые говорили еще одну браху, да? Так, Мара говорит, что они считаются, вот это сейчас мы должны будем понять, считаются с планом Всевышнего, с мыслью Всевышнего, и не с реализацией этой мысли, это надо понять, что имеется ввиду. Но перед этим, поскольку это немножко другая вещь, и это будет отклонением, но просто я хочу немножко обсудить, что значит, какой смысл вот этого другого спора. Было создано два лица соединенных, два человека соединенных, и они потом были разрезаны, распилены, некоторые говорят, разъединены, или женщина является совершенно новым созданием из какой-то части мужчины, из хвоста, или из чего-то другого. В чем смысл вот этого, что это за спор такой? Дело в том, что эта идея о том, что человек был создан, то, что называется дуб арцуфин, она упоминается также и в Мидраше, не только в Гмаре. Гмара говорит, что это спор Рава и Шмуэля, но Мидраж это приводит как мнение других мудрецов. Мидраж приводит пасук из Тейлим Ахор Вакедем Цартани есть такой пасук который тоже надо понять и Мидраж разбирает этот пасук Ахор Вакедем Цартани ты меня создал может быть сформировал Ахор Вакедем как бы сзади и спереди если приводить буквально дословно так что имеется ввиду так в Мидраше есть много разных объяснений например Рабь Йоханан говорит им заха адам гу ухэль шне уламот Ахор Вакедем Цартани человек может получить 2 2 жизни 2 мира этот мир и то есть и следующий мир то есть вот это выражение Ахор Вакедем Рабь Йоханан понимает как что-то хронологическое Ахор это первый этап жизни или наоборот я извиняюсь Ахор это последний этап Акедем это первый этап видимо так да то есть совершенно не не описание как был создан первый человек да но потом Мидраж приводит другое мнение сначала Амар Раби Ирми Бераби Лазар Беша Шебара Кадош Барху Ит Адам Аришон Андрогенос Берао Шенемар Захар Венекива Бераам да известное слово Андрогенос да то есть оно греческое да мы это знаем да то есть Андрогенос это мужчина гения это женщина поэтому это называется Андрогенос да так тут приводится еще другой послуг Захар Венекива Бераам да то есть как понимать как понять что то есть идет речь о каком описании первом описании да что человек был создан мужчиной и женщиной так это же можно понимать это связано с нашим вопросом можно понимать что были отдельные существа был мужчиной и была женщиной тогда возникает очень много вопросов так почему потом говорится что женщина была создана потом да из мужчины да так в этом объяснении в этом понимании как можно сказать чтобы дается ответ да что что первый человек был создан Андрогенос то есть в нем было и мужское начало и женское начало а потом а следующий этап это разъединение этих начал потом Медраж приводит еще одно мнение Амар или еще одно высказывание Амар Бишмуэль Барнахман Бишаша Барака Дожбуху Адама Решон Дифрософон Берао Венисро да то есть что такое Дифрософон дело в том что порцов мы так привыкли к этому слову порцов как лицо но на самом деле это не иврит это это греческое слово это известно да и можно сегодня мы пишем с буквой цадик да но раньше Медражи писали это с буквой самых потому что это похожие звуки и ди это два да то есть Дифрософон это двуликий да человек двуликий в смысле с двумя лицами да но Медраж на этом не останавливается потом он пишет так Венисро и он их разрезал распилил мы бы сегодня перевели но Медраж почему-то здесь не останавливается вот это эта вещь обратила то есть мое внимание здесь почему-то Медраж продолжает и он подчеркивает что после их разделения он его сделал он сделал человека со спиной с одной стороны и спиной с другой стороны какой в этом смысл то есть это же понятно это техническая вещь да то есть после распила разрезания да у них появились спины да то есть когда они были соединены спин не было да и как только их разъединили да человек стал владельцем спины он стал обладать спиной да какой в этом смысл да так просто я вам выскажу свое понимание да это нигде вы этого не найдете но просто если вы то есть эта идея да то что человек был создан двуликий да с лицами с двух сторон это идея мы видим что это греческие слова греческие термины это идея которая упоминается у греков у платона это такая как бы такой да греческий миф да из греческой мифологии можно сказать да так там это говорится не просто так там это говорится о том что это создание которое имело два лица с двух сторон оно оно было очень мощным да и богам это было не на руку да почему потому что это такой такой вид соперничества с богами да это по греческой мифологии да ну да конечно это очень как бы такой такой робот мульти мульти мощный робот да и наличие спины является здесь как бы недостатком да если следить этой миф до этой мифологии это как бы это ахиллесовая пята да это такое уязвимое место да можно подойти сзади и да это это такая уязвимость такая слабость да так я думаю что метраж говорит то же самое да метраж говорит да что всевышнему не хотелось давать человеку такое преимущество такую мощь да потому что это может привести к нехорошим последствиям да и поэтому да разделив человека на две части создав ему спины это то что подчеркивается в медраше да человек становится более слабым и тогда он уже не может возгордиться не может поставить себя на уровень Бога Всевышнего да и это как раз очень полезно для человека да так это у нас у нас нет мифологии но но такая идея есть да есть такая такая дроша лото вьет адам левадо да нехорошо бы человеку одним да в каком смысле что если он будет один он будет себя обожествлять да и поэтому ему нужен получается что наличие жены это такой баланс да это такой вид сдерживания человека да чтобы его гордыня она не не да есть есть существо да рядом которое да может сказать кто мы на самом деле да может нам прямо в лицо это сказать сказать это в лицо да да и и получается наоборот что нехорошо им быть одному он слабый он слабый не он слабый он слабый и он слабый а помощника чтобы не подошли задникам нет есть таким образом можно объяснить спор между уравом и шмуйлем да что как раз тут есть это очень свойственно им да не занимает противоположные позиции да тот кто говорит порцов то есть он придерживается вот этой идеи что создание женщины оно делает человека более уязвимым ставит его на свое место да не дает ему возможности возгордиться да чрезмерно а другое мнение да что он имел хвост и из хвоста было создано что-то да что-то новое да еще один человек так он считает что все наоборот да что создание женщины это что-то такая добавка которая да которая дает людям преимущество да да хвост это что-то лишнее ненужные обычно да поэтому упоминается хвост да из что-то ненужного лишнего да создается еще один человек да он удваивается да это дает человеку наоборот большое преимущество да получается что тут есть два противоположных мнения да как смотреть на вот этот акт создания женщины да так это можно объяснить да да теперь давайте вернемся к вопросу как можно вообще понять что Всевышний сначала думал так а сделал совершенно по-другому да тут все задаются вопросом разве Всевышний может поменять свое мнение да думая сначала так потом по-другому да так мы уже видели как Ражба да то есть кто-то ему задает этот вопрос да что такого не может быть да и Ражба на него отвечает да что Ражба там говорит я вам напомню да он говорит что когда Мидраши говорят что мысль сначала мысль была такая не имеется ввиду что действительно такая была мысль а имеется ввиду что была такая возможность да и Мидраши просто хочет показать что Всевышний действует продуманно да то есть он выбирает наилучший вариант да да и наилучший вариант это создать человека не двух людей а одного человека да и тут есть вопрос что значит один человек да ведь он создал в результате да это тоже был один из вопросов в результате двух людей да так Ражба говорит что поскольку женщина была осознана именно таким образом она была осознана из человека сначала был создан мужчина из него была создана женщина так это называется один человек да в чем плюс вот этого создания да как мы сказали Ражба говорит что всегда выбираются наилучшие варианты да так в чем преимущество именно вот этого способа создания женщины да если вы помните Ражба предлагает два варианта да и оба варианта это они как бы исключают они да первый вариант что именно вот такое создание женщины в такой форме это балансирует человека да если бы он был создан двумя существами да так это да тут он вникает может быть в каббалистические вещи да то есть он сравнивает это с двумя светилами да что которые символизируют то есть Солнце и Уна символизируют разные качества разные сущности в мире да и когда они не соединены как будто эти свойства они не сбалансированы да а у человека это сбалансировано да это такое более сложное немножко объяснение да второе объяснение более бытовое более простое да что вот эта форма создания человека она его делает уникальным скажем так он этим отличается от других животных от других существ что уже вот в мире животных самец и самка они только спариваются и потом не создают семью да обычно да и поэтому человек был создан именно в такой форме что да и сначала создается мужчина из него создается женщина чтобы и они соединялись не только ради того чтобы плодиться размножаться но ради создания семьи любви и сотрудничество и так далее это был уражба да сегодня я хочу познакомить вас с другим подходом тоже то есть это книга которая называется мареха это каббалистическая книга ее написал неизвестный нам автор но он один из решений это тоже то же то же время как и рашба он тоже здесь занимается этим вопросом он пишет так кто написал эту книгу мы не знаем книга называется самареха та элукут да он пишет так умимаши катавну юхал литбонен амаскиль ба иштальшилют яцерата адама тахтон миа тахтон ирмос ба ильон да то есть до этого он объяснял каббалистические вещи что есть сферот которые балансируют друг друга да а сейчас он говорит что на основании вот этого объяснения можно понять и создания более низменных существ да он считает что это взаимосвязано да это понятно да ле то в йота адам левадо амру а лав бадхила а лаба махшава лебарот шна им в лебасов лоневра эла эхад да то есть он здесь упоминает вот это высказывание раби а вау да который замечает да что есть вроде бы противоречия со одной стороны уже было давно сказано то есть в первом рассказе это я говорю своими словами да что был создан и мужчина как мужчина так и женщина а потом вдруг неожиданно во втором рассказе да говорится ле то в йота адам левадо нехорошо человеку быть одним он же не один да у него уже есть женщина да да так мы уже видели я еще раз повторяюсь да что это понималось разными людьми в иудаизме по разному то есть были люди которые пришли к выводу с которым брат садига тотально не согласен да что да действительно было два создания женщины было первое создание женщины потом почему-то второе но раби а вау который объясняет это по-другому он говорит что первое писание говорится о как бы он дает свое и свой ответ на эту проблему да что первое описание то есть идет речь о том же самом только первое описание говорит о какой-то мысли да и да второе описание говорит уже о реализации этой мысли да так и это вроде бы разрешает вот эту проблему двух рассказов да с одной стороны с другой стороны это возбуждает новую проблему да как такое может быть что у Всевышнего есть изменение мнения да разве может Всевышний поменять свое мнение так марехет аилукут говорит так воидбонен шило амру улевасов улевасов невра ехад кизэйо реал битуль тхилата махшава а валамро амру или амро улевасов ло невра эла ехад почему то он считает это важным он думает что есть разница если бы рабиавау сказал и в конце был создан один так это была бы проблема потому что получается что Всевышний да поменял свое 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 мнение он сделал то что он задумал но поскольку но рабиавау говорит ло невра эла ехад но вот это слово эла он считает все меняет да что это меняет лиромоз это намекает на что что он имеет ввиду да что он имеет ввиду кидупар цуфим гаю гамба брия азот кашир а лаба махшава да это что то новое да то есть марэхтай лукут он использует он тоже видите он соединяет вот эти две два источника две гамары рабиавау с одной стороны и мнение что человек был создан двуликий да он говорит что поскольку человек был создан двуликий то есть он идет по этому мнению да получается что Всевышний не поменял свои планы как он задумал создать двух да мужчину и женщину так он и сделал на самом деле да но есть небольшая разница какая да что в мысли было задумано создать двух отдельных все таки есть разница да а на деле в реальности эти два существа мужчина и женщина были созданы склеенными соединенными да он уже считает что это разрешает вот эту проблему как Всевышний может поменять свои планы он на самом деле их не поменял да но тогда почему же вот эта деталь была добавлена получается да что мысль то есть есть как бы общая мысль создать и мужчину и женщину это в этом изменение никаких не было но вот эта деталь да их создать соединенными да это что то да новое да да так и почему это не считается тут есть два вопроса почему это не считается изменением планов это раз два вообще ради чего вообще эта деталь была добавлена да так он это понятно что он дальше это объяснит в невра эхат баву невра эхат баву зачем он был создан одним в смысле склеенным ки каашерет каем бе софа маасе это ашер ала ба махшава то есть здесь он говорит есть такая такое правило которое тоже на самом деле исходит из греческих источников она она очень древняя эта идея соф маасе ба махшава тхила мы это поем в лиха дуди да но на самом деле это идея которая упоминается во многих книгах ури шу ним да софы по разному это формулируется это да тхилат махшава соф маасе обычно так такая формулировка да то есть что имеете ввиду имеете ввиду что есть в самой мысли есть два этапа есть конечная цель конечное стремление оно как бы зарождается в начале а потом есть вопрос как это реализовать это тоже в мыслях теперь в мыслях хронологический сначала что предшествует чему сначала зарождается конечная цель сначала да а потом план реализации а в самой реализации начинается начинается с обратного начинается с конца то есть сначала есть процесс который опережает конечную цель это очень просто так получается что так он объясняет да что это то что имел рабиавау да соф маасе ба маршава тхила то есть изначально Всевышний планировал создать мужчину и женщину женщину отдельными существами да но чтобы они между ними была любовь и сотрудничество надо их создать склеенными соединенными и потом разъединить да то есть это не то что говорит Ражба да заметим да Ражба во-первых он идет по мнению что женщина была создана из хвоста не второе лицо двуликового создания это раз но во-вторых и в особенности Ражба как он как он устраняет вот эту проблему что Всевышний не меняет не меняет свои планы он говорит что не было никаких планов да и то что было задумано было сделано да что он просто объясняет Рабиавалу по-другому да что то что было задумано создать два не имеется что было задумано а это была такая возможность да а на самом деле было задумано создать одного и то что было создано это это всего лишь один человек потому что то что женщина создается из мужчины это это одно создание а не два создания а Мареха Тейлокут он объясняет совершенно по-другому он говорит что создать разъединить мужчину и женщину это два создания да но а в начале они были соединенными то есть они получается что Всевышний задумал создать два создания то есть разъединенными а он их создал соединенными то есть он создал только одно создание так это не проблема почему потому что софма асеба маршават хила да что всегда первый этап реализации он не соответствует первому замыслу да это не называется поменять планы да то что было в планах оно и было сделано просто план он сложный план он 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 разделен на два этапа да есть как бы конечная цель есть план реализации этой цели это все в мыслях да а в реализации порядок меняется теперь сегодня вот эта идея этот это объяснение оно всем известно от имени Виленского Гаона да но на самом деле мы сейчас узнали откуда это все берется действительно Виленский Гаон в своих комментариях на Масехат Брахот называется им Рейноам даже не будем открывать да он высказывает такую же идею но мы сейчас понимаем откуда это взято да теперь я вам могу рассказать что есть из комментарии который называется Геон Яаков Геон Янкев на Масехат Ирувин да кто был такой кто был автор этих комментариев его звали Рябьяков Корана он из Вильна и он был учеником Виленского Гаона и он да это на Масехат Ирувин да где говорится о том что есть спор да между Равом и Шмуэлем как был создан человек двуликим или одноликим да и там там же упоминается вот эта идея Рябья Авал да что сначала Всевышний задумал создать двух людей мужчину и женщину и потом создал только одного да да так он использует ту же идею да что это имеется ввиду да что сначала было задумано создать мужчину и женщину но в реализации они были созданы склейными да вопрос это только первый этап потом они были разъединены и это как раз реализация первичной мысли первичного плана да то есть ответ такой же но он даёт другое объяснение почему ради чего мужчина и женщина были вначале склеены соединены что это что это даёт какая какая цель этим добивается да так то что пишется от самого виленского агалона это то что сказано в морях это и люкут да что это ради того чтобы между ними была любовь и было согласие но Геон Яков он даёт совершенно другое объяснение да давайте я вам прочитаю одну строчку может быть да значит он спрашивает да разве Всевышний подобен человеку чтобы менять свои планы да та же самая идея да начало мысли это конец действия да 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 было что-то другое да и вопрос ради чего это было сделано о лё 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 да да а да 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 То есть совершенно другая идея, не для того, чтобы между ними, между мужчиной и женщиной было взаимопонимание, а для чего совершенно другая идея. Чтобы человек дорожил тем, когда есть в промежутке нехватка, недостаток чего-то, только потом этот недостаток восполняется, человек ценит то, что ему было дано только таким образом. То есть если бы изначально он знал, что у него есть жена, так он бы этим не дорожил. Только поскольку жена появилась на следующем этапе, так это должно вызвать у него благодарность за это, благодарность Всевышнему за то, что он получил жену. То есть получается так, что он принимает вот эту идею, что тут нет никаких изменений между действием и мыслью. Разница только в этой зеркальной симметрии. В каком порядке эти вещи происходят. В мысли сначала зарождается конечный результат, а потом промежуточный этап или способ реализации этой идеи. Потом на практике сначала есть промежуточный этап, и потом это приводит к конечному этапу. Только он высказывает здесь совершенно другую идею, что человек был на какое-то время, короткое, давайте скажем, был создан без жены для того, чтобы он потом ценил и понимал, какой великий и большой подарок он получил. Откуда мы учим, что женщина должна уважать? Откуда мы учим, да? Не знаю. Не, мы сейчас говорим о мужчине. Теперь, и эта идея, на самом деле, приводится намного раньше, да, это, я сейчас открыл Аводда Рабинатан. Аводда Рабинатан, он приводит уже известный нам послук Ахор Вакедем Цартани, да, послук Истейлим, да. И вопрос, как он его, да, комментирует, да, он говорит так, «Зе Адам в Эхава», это мы уже знаем, да, что этот послук связывается с созданием мужчины и женщины, это «Адам и Хава», послушайте, «Шеневруки, Хад, они были созданы как один». Он здесь не вникает в подробности, что значит «созданы как один», да, кто-то скажет, они, это был Дупор Цуфина, был двуликий человек, он не вникает в подробности, он сразу занимается целью вот этого, этого странного создания, да, и почему они были созданы таким образом. Он говорит так, «Велама ло нитна ломияд», вот что его интересует, да, «Если они были созданы в один раз, почему она не была дана ему сразу?» Так он спрашивает, и что он отвечает? Да, это немножко странная форма, но здесь имеется в виду, что Всевышний предвидел, что человек, он возгордится, он будет заниматься осуждением, это называется «бама». Да, у мудрецов есть такое понятие, это взято, видимо, из римского мира, да, что суды, осуждения, они высказывались на каком-то возвышении, да, там заседали судьи, или, может быть, это было линчевание, такое, неважно, да, так, да, человек, он на это способен, да, И поэтому Всевышний создал женщину, да, он не отказывался никогда от этой идеи, да, он создал женщину, но просто он ее не привел, не показал, или не рассказал о ней первому человеку, да. Да, и потом я тут пропущу несколько вещей. Мы бы сказали «зод опам», здесь написано «зод зуги», да, ну, это имеется в виду «зод опам», да, то есть, когда первый человек увидел хаву, он сказал, наконец-таки, да, у меня есть настоящий помощник, да, то есть, вот этот, получается, отсутствие на каком-то этапе женщины, оно как раз вызывает у первого человека восторг, да, и хвалу за то, что у него появилась жена. Это две вещи, да, а потом он действительно приводит послуги, я извиняюсь, Да, на этот раз женщина была создана из человека, да, так что здесь происходит, получается, что, да, что вот Рабинатан, он все, он получается, он объединяет, снова давайте вернемся к нашему общему вопросу, он объединяет эти два рассказа в Торе в одну историю, да, что это два описания того же самого события, да, только он объясняет это немножко по-другому, он говорит, что человек ему дал, я дополняю это от себя, да, человеку было дано понять, что женщина была создана из него, да, женщина создана из него, имеется это вроде метафоры того, что это что-то мое, мое очень дорогое, да, я должен это ценить, но на самом деле, да, как бы правильней то, что сказано в первом рассказе в Торе, да, что женщина была создана изначально вместе с мужчиной, да, только Адам об этом не знал, да, ее привели только потом, позже, и вот это привело человека к вот этому высказыванию, да, что, а, это моя родная, моя родная жена, она, да, она как я, и она мне подобна, как будто она создана из моего тела, да, из моих костей, из моего, да, но здесь говорится вот эта идея, о которой говорит нам ученик Виленского Гаона, да, что вот этот процесс создания, он делается ради того, чтобы человек ценил то, что ему дано, чтобы он ценил существование жены, наличие жены в своей жизни. Да, вы, наверное, уже устали, да, от этой темы. Да, так давайте вернемся к гмаре в Масарет Ктубот, да, то есть, потому что тут еще осталось несколько вопросов, на самом деле, значит, мы, гмара, она связывает вот этот вопрос, сколько было созданий, да, и как понимать то, что говорится в Торе, это два события или одно событие, да, и она это связывает с количеством богословений в Нашево-броход, да, во время свадьбы, да, говорить два раза то же самое, тоже браку или нет, да, да, и надо понять смысл, какая, да, какая связь между этими вещами, да. Потом тут есть вопрос, на самом деле, о какой браке идет речь, какая брака из этих двух является добавочной, да, если мы посмотрим в Раши, да, у Раши однозначно, да, что длинная брака, Ашерия Царета Адам, Бетсальмо, это основная брака, которая говорилась всеми, а то, что было добавлено Раваси, это первая брака, да, короткая Ашерия Царета Адам, И вообще, тут надо еще добавить, да, что у Раши, и вслед за Раши многие так пишут, есть такой интересный взгляд, да, что первые браки Шаколь Барали Хвудо, да, и Юцер Адам, они вообще не связаны со свадьбой, это что-то, это общий брахот, которые со свадьбой никак не связаны, они связаны с тем, что тут собрались люди, и по Раши получается, что их можно говорить, на самом деле, на любых собраниях, не только на свадьбах, да, особенно первая брака, да, но на самом деле существует совершенно другое мнение, во-первых, надо сказать, что если мы заглянем в рукописи Гмары, да, так и в рукописи Гмары, особенно рукописи, которая называется Мюнхенская рукопись, там в Ядминхен, там приводится в списке богословений, там приводится только пять богословений, по мнению Леви, который говорит только пять, и какая брака там отсутствует, длинная браха, там приводится только Йоцера, Адам и все, и на самом деле есть подтверждение тому еще из других источников, и прямым текстом об этом говорит великий комментатор Римми Гаш, да, он ученик Рифа, да, вы знаете, да, Рамбом тоже о нем отзывается очень с большим уважением. Римми Гаш, он, вообще тут есть такая тема, почему есть богословения, которые начинают с барух, другие не начинают, да, есть такое правило, да, что в принципе богословения должны начинать с баруха и заканчивать словом барух, но когда богословения, они идут одна за другой, так они не начинаются с барух, поскольку уже предыдущая или первая начинается с баруха, да, так тут есть много вопросов на эту тему, но мы не будем этим заниматься, так в этом обсуждении Римми Гаш, он пытается объяснять, почему эти богословения начинаются с барух, то есть у нас есть Йоцера Адам, баруха Таашем Йоцера Адам, и потом мы снова говорим, баруха Таашем, Ашер Яцар это Адам, да, почему мы не начинаем, как, например, следующая баруха, Состасис, там это не начинается с баруха, или Самэр, и Самар, да, так он говорит в связи с этим такую вещь, то есть он цитирует нашу гмору, поскольку сказано, что Леви, приходя на свадьбу Рабью Данаси, он говорил только пять богословений, да, что значит пять, Клумар, то есть, Лобарих Ашер Яцар это Адам бы Цальмо, да, то есть он прямым текстом говорит, да, что основная баруха это вот эта короткая баруха, Йоцера Адам, да, а следующая баруха, она добавочная, да, и тут надо понять, да, ведь следующая баруха, почему Раши считает по-другому, да, следующая баруха, она отражает то, что на самом деле написано в Торе, да, Тора, она говорит, описывая создание женщины, да, она говорит, да, что сначала было два этапа, сначала был создан мужчина, из него была создана женщина, это описывается в этой барахе, да, и это связано с нашей темой, наша тема это свадьба, да, появление жены, скажем так, в жизни мужчины, да, и на это говорится бараха, да, так, естественно, говорить в основном эту бараху, да, получается, что вот эта короткая бараха, Йоцера Адам, она совершенно лишняя, она не описывает ни то, что сказано в Торе, и не то, что происходит во время свадьбы, да, что, да, какой смысл по тому, что говорит Ремигаш, Ребёсов Мигаш, да, какой смысл Леви, который говорил только короткую бараху, да, на свадьбе же это было сказано, да, зачем это говорить, что это даёт сказать, что Всевышний создал человека во время свадьбы, да, там не упоминается создание женщины, да, спросил бы Раши, да, так, какой смысл, да, говорить именно эту короткую бараху, Йоцера Адам, на свадьбе, да, да, так, я хочу вас познакомить совершенно с другим взглядом на эти благословения, и мы, может быть, на этом остановимся, да, есть такая книга Абудрагам, да, это книга, один из решуним, который описывает, да, молитвы, да, и благословения, так, там он приводит мнение Рама, Рама это Рамер Алеви Абуляфи, это один из решуним в Испании, да, так, он объясняет весь порядок благословения совершенно по-другому, не как это объясняет Раши, и на самом деле я видел в другом месте, что это объяснение, оно было дано намного раньше, да, был такой Раби Авраама в Бейдин, да, это один из райведов, да, говорят, что было три райведа, это один из райведов, это он был раввином в, тоже в Испании, намного раньше, чем Рама, да, так, ну, здесь я вам прочитаю Рама, то есть это браха, он говорит, она, какая браха, да, еще шаколь бара лих водо, это тоже связано, это уже благословение, которое связано со свадьбой, женитьбой, да, как это связано, он говорит, что эта браха напоминает нам о общей цели творения, да, что сказано в этой брахе, что цель творения, почему Всевышний создает мир, для того, чтобы этот мир, он выразил или прославлял его, выразил его славу, его прославлял, да, а потом следующее благословение, они конкретизируют, как бы, творения, или объясняют более конкретно, как этот мир приводит к этой цели, да, так он говорит, что человек, да, как венец творения, он как раз в основном или в особенности олицетворяет эту идею, эту цель, да, то есть создание человека, оно как раз приводит к тому, что этот мир прославляет Всевышнего, как, так он говорит, да, что мир был создан не для того, чтобы быть пустым, есть такой посылок, то есть в этом мире должны быть люди, да, которые должны заселять этот мир, да, а как происходит размножение, это уже свадьба, это уже наша тема, да, это то, что он объясняет, да, и потом он говорит так, да, что этот порядок богословений, он построен на пасуке, который мы уже упоминали на прошлом уроке, то есть, да, тому упоминаются вот эти три глагола, бара, яцар и аса, да, и он говорит, что бара, это первое богословение, это шаколь бара лихвудо, да, это, это богословение использует глагол бара, второе богословение, оно использует глагол яцар, яцера адам, яцартив, он говорит, кенегет, яцера адам, да, то есть, слово в этом пасуке, яцартив, я его создал, оно выражается во втором богословении, в коротком, яцера адам, а то, что сказано потом, аф аситив, это кенегет ашер яцарита адам, да, и он говорит, патом, так, «יוצер адам, ברכה זו, ниткина кенегет яцרת адам הראשон, ад שלא נטלה ממנו הצלע, ואחר כך, мебарах, אשר яцар את האדам בצלמו, кенегет яцרת адам וחווה, шеф, яцרת адам, לא негמרה, אלא, לאחר שנגמרה, яцרת חווה». То есть, вот эти, существование вот этих двух богословений, они показывают о двух этапах, да, что сначала мы говорим о том, что был создан человек, для чего? для того, чтобы все творение, оно прославляло Всевышнего, да, но создание человека, мужчины, оно было незавершенным созданием, да, там чего-то не хватало, да, это следующий этап, это называется в пасуке глаголом осетив, то есть осия — это когда создание, оно доводится до своего совершенства, да, и как раз он таким образом объяснил то, что мы сегодня говорим, то есть мы сегодня идем по мнению Раваси, да, который считал, что надо говорить две брахи, и они не лишние, да, получается, они показывают, да, что с одной стороны создание человека в общем — это очень важный этап, но он незавершенный, поэтому мы специально говорим, как бы повторяем то же самое, да, и чтобы выразить вот эту идею, чтобы… Я чувствую, что вы сейчас в эти брахоот будете говорить, нашел брахоот с большей каваной, да, то есть сейчас это приобрело смысл, да, потому что человек действительно должен задаться вопросом, да, вообще же есть такое правило, да, что лучше не говорить лишние богословения, брахашина цеха, да, надо стараться уменьшить количество богословений, а тут вдруг мы это делаем на широкую руку, да, да, еще раз, и говорим то же самое еще раз, почему не упаковать, да, то же самое, да, в одну браху, да, так нет, да, когда мы говорим похожее богословение, мы этим, как он объясняет, показываем, что вот это стремление к цели, чтобы мир стал славой Всевышнего, да, это делается двумя этапами, да, чтобы понять смысл каждого этапа, да, то есть первый этап – это просто ее церадам, это уже как бы большой вклад в достижение этой цели, да, то есть первая браха, шаколь баралих водо, это определение цели, скажем так, да, второй, вторая браха короткая церадам – это первый вклад в достижение этой цели, но следующая браха, она добавляется, можно связать это с мнением Ремига, что она та, которая была добавлена, она показывает, что просто создать человека этого недостаточно, надо его создать, именно, то есть тут я добавляю еще, просто связывая с тем, что мы говорили перед этим, да, что не просто создать мужчину и женщину, да, надо сначала, надо пройти два этапа, сначала создать человека, чтобы он почувствовал недостаток, и потом создать женщину, да, и тогда, да, чувствуя недостаток, да, это приведет к мысли, что женщина – это не отдельное существо, это что-то ему очень подобное, да, дорогое ему, да, то есть как будто она была создана из его, из плоти и кости, да. – Я, блин, получается, нелогично, что мы не закончили две вещи, мы не выставляем создание человека, ну, при всем, мы гусари, который там, ну, это есть я понимаю, скажу, как бы это станет прокуратурой, из-за того, что женщина ведет, что это все равно, все фигурно. – Не понял, мы говорим о… – На создании человека – это неконечный… – Каждый этап, он важен, это то, что я сказал, да. – Нет, ну, почему не представляет мне, потому что он важен в понятном, что все женщины так сделали, у него было мысли… – Нет, это напоминает, да, и ты тоже можешь задать тот же самый вопрос, да, почему надо довольствоваться промежуточными этапами, ведь они промежуточные, да, ведь не хватает следующего этапа, да. – Одну секунду, так есть наоборот, да, когда мы останавливаемся на каждом этапе и благодарим, и говорим про хум, и этим самым показываем, что мы получили очень много, мы получили это, и чем можно было довольствоваться, но на самом деле лучше получить и следующее, и следующее, и следующее, и следующее, да, это то, что здесь говорится, да, что каждая браха, она дает оценку каждому пройденному этапу, да, это очень важно, это то, что здесь сказано. О, но надо сейчас понять, да, мнение, которое не вошло на лоху, да, мнение леви, да, почему по леви, да какой смысл этих богословений, и мы этим закончим, да, так и получается, какая картина по леви здесь у нас рисуется, значит, есть, давайте еще я добавлю еще, на самом деле, есть такая книга, которая обсуждает, это древняя книга, которая обсуждается со времен Геоним, которая говорит о разных обычаях, разнице в обычаях между Вавионом и Израилем, Эрдисраэль во время Геонима, и там говорится, что вот эти шева или шесть бараховат богословений говорились в Авионе, а в Эрдисраэль говорили только три, да, есть тема, которую мы сегодня не сможем обсудить, да, есть как бы поиск, да, надо из этих шесть-шесть, да, выбрать и найти, определить, какие из них говорились, да, в Израиле, в Эрдисраэль, да, так давайте я предложу свою идею, да, мне кажется, что говорилось, И что у нас тогда получается, что на самом деле все здесь сказано, да, все, что связано с женитьбой и возникновением женщины, да, и это сказано, да, как это сказано, значит, шаколь баралих водо, как мы видели, это, это соответствует соу бара, да, Йоцер Адам, это соответствует соу яца, а что соответствует созданию женщины, и в объяснении Рома это соответствует соу аса, осетив, это Самэрти Сама Ахрима Агувим, потому что надо обойти внимание, что мы там говорим, Самэрти Сама Ахрима Агувим, Ки Самаха Яцирха Беганедед Микедем, то есть то, что мы упомянули во второй брахе, Йоцера Адам, да, потом в этой брахе, которая у нас пятая, да, говорится, да, что Всевышний сделал с этим созданным человеком, да, он создал человека, это называется Яцирха, да, твое создание, он его радовал, чем он радовал? Женщиной, да, то есть он ему дал женщину, подарил женщину, и это есть то же самое, да, получается, что браха Ашер Яцарет Адам Бетсальмо, она как раз лишняя, она лишняя по отношению к Самэрти Сама, да, потому что в Самэрти Сама мы тоже говорим о создании женщины, то есть мы там не упоминаем о ее создании, но это не важно на самом деле, то, что важно, это то, что человеку, первому человеку была дана женщина, и, да, они жили в Ганедене, да, получается, что по леве тоже этот порядок и благословение, он тоже имеет смысл, да, то есть это тоже упоминание всех этапов создания человека, первый, я повторяюсь, первая браха – это общая цель всего создания, вторая браха, она говорит о создании человека, да, а следующие благословения, они просто описывают то, что связано со свадьбой, да, то, что Всевышний дал созданному человеку женщину, да, и давайте вернемся к смыслу вот этих глаголов, в Бара и Яцар, да, почему все-таки используется, в одной брахе используется Бара, да, в другой используется Яцар, так Рама говорит, что это просто для того, чтобы это было подобно вот этому пасуку, который упоминается в Ишаяу, да, там, где упоминаются все вот эти глаголы, Бара, Яцар и Асар, да, но здесь можно на самом деле добавить, да, и сказать, что, если вы помните, мы на прошлом уроке обсуждали разные варианты смыслов этих глаголов, так мы показали, что Бара это просто возникновение, появление вещи, которые не было, да, это Хидуш, что же называется, да, А Яцар это что-то осмысленное, это какой-то план, да, это создать что-то с определенной целью, так, соответственно, можно понять, почему в первой Брахе говорится Бара, Шаколь Бара Лихводо, потому что говорится о общей цели, но мы не видим конкретно, подробно, как эта цель реализуется в каждом творении, да, мы только в общем понимаем, что все создано для его восхваления, для восхваления Всевышнего, поэтому мы используем глагол Бара, да, потому что мы не видим, да, определенного плана в каждой вещи, да, а человек, да, как раз, да, он был создан, это видно, очевидно, да, это особое создание, которое, как бы, явно предназначено для реализации этой цели, поэтому здесь больше подходит глагол Яцар, а не Бара. Да, и если мы вернемся к вот этим двум описаниям творения в Торе, так мы тоже можем понять, почему в первом описании используется глагол Бара, а во втором Яцар, да, потому что если поддерживаться мнение Рафса Дегаона, что это все Яцара, Ахат, да, то есть это два описания того же события, да, просто первое описание, оно делается в общих чертах, да, а второе в более конкретных, в более подробных, да, так тоже можно понять, почему в первом описании используется глагол Бара, да, так же то, что мы сказали насчет первого благословения, да, а во втором описании используется глагол Яцар.